Золотая пуля для линкора Бисмарк, Гнезинау, Ямато, Перл-Харбор Но справедливо ли судить о боевой устойчивости целого класса кораблей на основе нескольких эпизодов? Ведь известно более 150 случаев попадания авиабомб и торпед в ЛКР и ЛКР. 150 нереалистично много. Конечно, ведь большая часть попаданий не запомнилась ничем. Данные о них сохранились на страницах монографий, интересных лишь историкам-моделистам. Проанализировать ситуацию поможет статистика. Если каждое второе попадание вызывает последствия, аналогичные Бисмарку и Гнезинау, то это фиаско для всех, кто принимал решение о постройке больших кораблей. Если большинство попаданий не смогли причинить значимого ущерба, то вывод прозвучит иначе. В составе флота находился класс боевой техники с весьма впечатляющими возможностями. Крупные высокозащищенные корабли, в отличие от одноразовых эсминцев и подлодок, могли держаться под натиском целых флотов и воздушных армий. Потом залечивали полученные ранения и снова бросались в пекло. Лично меня восхищают строки боевой хроники. Через три месяца ремонта обрел полную боевую готовность. Или, попадание авиабомбы повредило воздуховод и нарушило работу котлов правого борта, спустя 24 минуты Нагата снова шел полным ходом. Абсолютные терминаторы, ничем не остановимые и практически не уничтожимые машины. Этими качествами объяснялся их стратегический вес и значение на ТВД. И то внимание и ресурсы противника, которые они приковывали к себе. 3. Ночь Таранта. Две из трех попавших в Литорио торпед ударили в районе 163 и 192 шпангоутов. По итальянской традиции нумерация велась с кормы. В самом носу уже отсутствовало ПТЗ, а из-за близости двух взрывов была нарушена герметичность водонепроницаемых переборок во всей носовой части корпуса. К утру Литорио опустился носом на дно. Можно ли считать золотым попаданием две торпеды с разницей в 45 минут? Итальянцы позволили этажеркам безнаказанно расстреливать свои корабли. Однако позорный факт. Линкор, созданный по последним стандартам эпохи, утоп всего от двух торпед. Третье попадание в корму не имело значимых последствий. Но! Это Таранта, Господа! Если кто-то всерьез полагает, что на войне всегда и везде удача будет дышать в лицо, а противник безобразно тупить, то эта надежда испарится через день. 4. Попадание 450 килограммов бомбы в Гнезинау. В ледяную февральскую ночь 30 бомбардировщиков добились единственного попадания в корабль. Бомба не смогла пробить главную бронепалубу, но через 25 минут пламя пожара распространилось внутрь Борбета башни сквозь неприкрытый люк. Детонация боезапаса. 5. Гибель Аризоны. Не вызывает сомнений, что 800 КГ бронебой, выточенный из заготовки 410 мм снаряда и сброшенный с высоты 3 километра, был обязан пробить горизонтальную защиту Аризоны. С другой стороны, ни одна из а шести аналогичных 800 КГ бомб, попавших в другие американские линкоры, не смогла причинить значимого ущерба. Бомба, попавшая в Аризону была, несомненно, золотой. Примеры других удачных атак. Попадания, приведшие к гибели Илька Бархэм или Илька Эрконга, не являются золотыми попаданиями в том смысле, что такие корабли были спроектированы до начала Первой мировой войны. Когда торпедоносцы и подлодки считались научной фантастикой. Об опасности последствий при торпедировании этих кораблей задумались еще в 20-е годы. Предпринимались меры, но устаревшая конструкция не позволяла реализовать необходимый уровень защиты от угроз нового времени. Таков суровый закон войны, иногда приходится идти в бой, зная, что твои возможности ограничены. Безрадостное положение для кораблей прошлой эпохи облегчалось редкостью совершенных на них торпедных атак. Несмотря на всю активность немецких подводников, из пяти куйнов смог быть потоплен только один Бархэм. Попадание в Марат. Первый вопрос, какой из него высокозащищенный корабль по меркам 40-х годов? Второй момент, немцы находились так близко, что их пикировщики имели возможность долететь до главной базы КБФ с 1000 кг бомбовым грузом. Практическое полное уничтожение линкоровая Вирджиния как боевой единица все верно. Во что должен был превратиться корабль после 7 или 9 попаданий торпед? Повторить погром, подобный Перл-Харбору, располагая тем же нарядом сил, более не удавалось никому. Попадание в Рому, первое в истории, и последнее, применение управляемых бомб, повлекшие за собой гибель крупного корабля. Кто из моряков подозревал об опасности пролетающих на большой высоте самолетов? Прицельная бомбардировка с высоты 6000 метров по движущейся цели считалась невозможной. В. М. Покутный, артиллерист крейсера «Красный Кавказ». Оставшись единственным выжившим из всего расчета, потушил пожар в башне, предотвратив распространение огня в погреб боезапаса. Вашему вниманию боевая хроника 10, 10, больших кораблей периода ВМВ. Цифры и краткие выдержки самых впечатляющих моментов. 10 кораблей. 30 боевых эпизодов с повреждениями. 70 попаданий авиабомб, торпед и подрывов на морских минах, из которых ни одно не стало золотой пулей. Список сформирован из кораблей «Страноси» Т. К. Они подвергались непрерывным атакам и ударам превосходящих сил союзников. Их сильнее трепали. У союзников через подобные превратности прошел, наверное, только «Уарспайт». Шарнхорст. Выдержал 6 попаданий авиабомб и попадания 1 торпеда с потопленного эсминца, который до последнего защищал гибнущий аварийный выход «Глориас». Также немецкий ЛКР дважды подорвался на минах при прорыве сквозь «Ла-Манш». Спустя 4 года безуспешных попыток его блокирования и уничтожения Шарнхорст был все же настигнут и потоплен британской эко-дрой в бой у мыса «Нордкап», декабрь 1943 год. Гнезинау. За время активного участия в боевых действиях был дважды торпедирован, дважды подрывался на магнитных минах. Выдержал попадание 4 авиабомб. Взрыв нанес значительный ущерб корпусу и затопил несколько отсеков, вызвав крен 0,5 градуса на левый борт. От сотрясения вышло из строя правая турбина низкого давления и оборудования кормового дальномерного поста. Ремонт проводился в плавучем доке в Киле со 6 по 21 мая. После короткого выхода на испытание 27 числа он вернулся в Киль в полной боевой готовности. Последствия встречи с магнитной миной. Детонация пары сотен КГВВ под днищем Гнезинау. Пятое. Последняя авиабомба стала для немецкого монстра роковой. Обычно, приводя в пример Гнезинау, упоминают только это, последнее попадание. Тирпиц. Тирпиц действительно стоял. Вместо него и вокруг него бегал весь британский флот. За 4 года налетов англичанам удалось добиться 17 попаданий авиабомб в сильнейший корабль Атлантики. На него сбрасывали даже 726 килограммов бронебоя, но второй резоны из Тирпица не получилось. А когда наконец догадались, какие средства необходимы против него, война уже приблизилась к концу. Что может дать анализ результатов применения 5-тонных толбоев? Одна-две таких бомбы потопит корабль. Любой корабль. Но Ланкастер особой модификации с бомбой, целиком не помещающейся в бомбайцеке, появился в небе над Тирпицем только осенью 1944 года. Раньше почему-то не было. Странно. Как вы думаете? Литорио. Знакомое название – утопленник из Таранта. После той ночной атаки Литорио подняли и восстановили менее чем за 5 месяцев. И больше он так не позорился. За последующие годы Литорио выдержал попадание 3 авиабомб и 1 торпеды. И всякий раз нанесенные повреждения не приводили ни к потере хода, ни к выходу из строя линкора. Последнее ранение ему причинила немецкая управляемая бомба Фриц Ха, однако ущерб от нее оказался столь невелик, что про этот случай предпочитают не вспоминать доморощенные любители вундерваффе. Виторио Венето. Корабль, однотипный Литорио, был дважды торпедирован в 1941 и 1942 ГГ. Всякий раз самостоятельно добирался до базы, проходил ремонт и возвращался в боевой состав. В августе 1943 года при нахождении у причала в специи Виторио попал под налет летающих крепостей. Линкор получил попадание 2907 КГ бронебойных бомб, не считая близкого разрыва, открывшего еще одну пробоину. Раны оказались серьезными, был поврежден борт на площади в десятке КВ. М. Корабль принял 1500 тонн воды. Тем не менее, эта история имела закономерный финал. 16 июня Виторио Венето поставили в док, а уже 1 июля вывели из него. Нужно отдать должное итальянским инженерам и рабочим, корпусные работы заняли всего 2 недели, совсем небольшой срок для такого объема повреждений. Линкор Виторио Венето. Виторио Венето. 1937. История создания и службы линкора Италии. Ямато. Флагман объединенного флота был трижды встречен жестоким приветствием ВМС США, 2 авиабомбы и 1 торпеду, не считая близких разрывов. В декабре 1943-го выпущенная лодка скейт-торпеда настигла Ямато и вызвала затопление погребов в кормовой башне. Тот невозмутимо пересек океан и встал на ремонт. Через три месяца в полной боевой. Повреждения от бомб во время филиппинской кампании, осень 1944, вызвали обширные затопления, 3300 тонн воды, однако на следующий день Ямато действовал явно не так, как полагается тяжело поврежденному кораблю. Последовал прорыв в залив Лейте, многочасовой бой и три близких разрыва авиабомб. Несмотря на все усилия американцев, Ямато выбрался из адской жаровни, из-под воздушных ударов группировки в составе 500 самолетов. Ушел в Бруни. До его гибели оставалось менее полугода. В последнем бою у американцев появилась возможность сконцентрировать на одном Ямато воздушную армию из 300 плюс самолетов. Впрочем, было бы интересно смоделировать ситуацию, на месте Ямато более совершенный корабль типа Айова или британского Венгарда. Сумели бы тогда летчики справиться до наступления темноты. Если не успеет на следующее утро, он выбросится на мели Окинавы и продолжит мотать нервы Таффи-58, самый многочисленный из эскадр когда-либо бороздивших океаны. Но это лирика. Факты Ямато легко переносил одиночные попадания. Мусаси. В марте 1944 года был угощен торпедой, выпущенной подлодкой Танни. Единственным последствием стал ремонт, продлившийся целый месяц. Интерес представляет последний бой Мусаси, точнее, момент около двух часов дня 24 октября 1944 года. Согласно рапортам американских пилотов, по которым была поминутно восстановлена хронология сражения, к тому времени в Мусаси попала не менее семи авиабомб и восемь торпед. Несмотря на это, он продолжал отстреливаться, маневрировать и сохранял хоть двадцать узлов. Золотых попаданий в тот день не случилось, Мусаси тонул долго и нудно. Его на протяжении всего дня пришлось долбить авиакрыльем восьми авианосцев. Сил на другие корабли японского соединения, среди которых были такие вкусняшки, как Ямато и Нагато, у многочисленных американских авианосцев уже не хватило. После потопления Мусаси был сделан вывод о необходимости совершения торпедных атак только с одного борта. В противном случае попадания взаимно нивелируют друг друга, вызывая контрзатопление. Такой мощный корабль слишком долго остается на ровном киле, сохраняя ход и боеспособность. Что ставит под угрозу весь план по противодействию вражеской эскадре. Сенана. Третий японский суперлинкор, перестроенный в авианосец. Тем не менее, сохранивший идентичность своим братьям по размерам и конструкции нижней части корпуса. История Сенана лишний раз подчеркивает, насколько было сложно потопить торпедами корабль такого типа. Получив четыре попадания в центральную часть правого борта, он на протяжении нескольких часов продолжал движение прежним курсом и не снижая скорости. Черный юмор ситуации состоит в том, что Сенана не был достроен. Он шел с нейгерметизированными переборками, и на нем отсутствовало штатное количество средств для откачки воды. В результате даже в таких условиях потребовалось целых шесть, шесть часов, пока распространение воды не вызвало опасный крен. Боевая хроника японских линкоров противоречит любым выводам, основанным на истории с Бесмарком, потерявшим управление от попадания одной или двух торпед. Нагата. Счастливый корабль, побывавший в самом аду. Однако без заметных последствий. Во время битвы за Филиппины за двое суток перенес четыре бомбовых попадания. Последствия одного из них были описаны в начале статьи. Нагата выдержал два ядерных взрыва. Поднявшиеся на его борт специалисты в порядке эксперимента сумели запустить механизм ГЭУ, которые проработали без остановки 36 часов. Великий корабль, выдающиеся произведения японской инженерной мысли. ИСЭ. Очередное морское чудовище, которому были так рады американцы. Его встретили армадой из 85 пикирующих бомбардировщиков и 11 торпедоносцев. Благодаря активному маневрированию ИСЭ избежал практически всех попаданий, кроме одного бомбы, ударившей в выступ кормовой катапульты. В тот же день при встрече с другой волной атакующих самолетов он получил еще одну авиабомбу, эффект от попадания которой был подобен воздействию лунного света на рельсы. Однако встреча с сотней боевых самолетов не могла пройти без последствий. Море вскипело от 34 близких разрывов. Результаты были ужасающими. И была ободрана вся краска, от гидродинамических ударов разошлись швы обшивки, вызвав несколько мелких течей в подводной части корпуса. Хуже того, из-за попадания морской воды в цистерны с мазутом снизилась эффективность работы котлов правого борта. А осколками близких взрывов были ранены свыше 100 моряков, 5% из находившихся на борту. В чем заключается интерес ситуации? В предыдущих дискуссиях мои оппоненты неоднократно упоминали, что близкие разрывы представляли едва ли небольшую опасность, чем прямые попадания в корабль. Как демонстрирует пример ИСЭ, это совершенно не очевидно. Эффективнее было только предложение о топ-мачтовом бомбометании, 3 раза х. Под занавес, находясь в куре в роли плавбатареи, ИСЭ был трижды успешно атакован авиацией ВМС США. Первых двух атак, 2 и 5 попаданий соответственно, оказалось недостаточно, вместе за Перл-Харбор не получилось. Несмотря на полученные повреждения, корабль «Ветеран» 1915 граммов, не перевернулся, не сгорел, на нем не сдетонировал боекомплект. Наоборот, спустя три дня усилиями оставшихся членов экипажа был поставлен ровный киль. На борту поводились ремонтные работы, ИСЭ готовился к постановке в док. Третий налет на ИСЭ, совершенный в самом конце войны, 28 июля 1945 года, не имеет сенсационного подтекста. Если корабль позволяет безнаказанно бомбить себя десятком самолетов, ему же ничего не поможет. Пять золотых пуль против десятков других атак с противоположным результатом. Во избежание обвинений в ангажированности можно упомянуть примеры с линкорами союзников, торпедирование Норд-Каролайн и Мэриленд, атаки Камикадзе на американские линкоры, семь случаев, попадания бомб в Тенниси. Последствия ударов по кораблям, построенным по одинаковым стандартам защищенности, имели одинаковые результаты, ничем не отличающиеся от линкоров в страносе. Повреждения Илька Мэриленд. Здесь нет причин для сомнений, плавучие крепости значительно превосходили по боевой устойчивости корабли всех остальных классов. Могло ли быть иначе? Они создавались с расчетом на ожесточенный огонь противника. Дискуссию о больших кораблях нельзя загонять в какие-то рамки. Приводить в пример очередной Вундерваффи, которая ставила крест на целом классе боевой техники. Вы же видели примеры? Каждый способ приносил удачу лишь ограниченное число раз. В остальных случаях он почему-то переставал работать. Известен эпизод, когда от близких взрывов 907 кг бомб едва не потонул Рома. Итальянские лузеры реально достали. В другой раз десятки близких взрывов ничуть не отразились на боеспособности ЛК и СЭ. Также, как не отразились последствия взрыва у борта непобедимого Уарспайт. Цитирую, повреждения не препятствовали его выходу в море, воздушный удар в Александрии, 1941 год. На каждое удачное попадание всегда найдется масса примеров, когда корабль выходил сухими с податак противника, имея лишь царапины. Появление управляемых бомб Фрицхана вооружений Люфтваффи сделало большие корабли легкими мишенями. По ходу дискуссии внезапно выясняется, что всего одного самолета с копеечной бомбой недостаточно. Эффективное применение чудного боеприпаса было возможно лишь при наличии идеальной погоды и господства в воздухе над театром военных действий. Конечно, корабли не воюют поодиночке. Они элемент системы. В данном случае значимый элемент, способный одним своим присутствием дестабилизировать ситуацию на ТВД. Подлодка Клайд удачно выпустила торпеду в Гнезинау. Степень восприятия повреждений зависит от рекурса. На следующей иллюстрации то же самое место. Конечно, такое повреждение не было для Гнезинау смертельным. Одна, две, три, даже пять тысяч тонн принятой воды ничего не решают в масштабах такого корабля. Смертельную угрозу для него представляет Крен. Если его удалось спрямить, корабль будет тонуть вечно.